Так, теперь осталось только третье лицо. Он, она и они. Он. Кы. Очень похожая ситуация в русском языке. Он, кы, она. Кыня. То есть от корня слова он, кы, добавляется один слов, который обозначает женщину. Кыня. Они. Кыды. Опять же, от кы корня слова он, кы, добавляется окончание множественного числа. И получаем слово кыды. Кы. Кыня. Кыды. Это у нас начальная форма слова. Давайте добавим окачание множественного падежа. Кыга. Кыга. Кыняга. 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 Кыды. 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 А есть, а мы добавим другого, а кынче, а не то? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Все очень просто. В корейском языке при обращении к человеку используется его звание. То есть, если это учитель, то его нужно назвать как СОНСЭННИМ. Если это врач, то УИЗА СОНСЭННИМ. Давайте я напишу слово УИЗА. Это слово, в означающем врач, но к нему тоже обращаются, добавляя слово, как учитель. УИЗА СОНСЭННИМ. УИЗА СОНСЭННИМ. Если он в должности директора, то к ним обращаются СОНСЭННИМ. К взрослым людям практически никогда не обращаются по имени, если это не какое-то исключение, и если у вас очень-очень близко отношение с ним, или если он является вашим другом и так далее. И взрослым людям не принято обращаться по имени, обязательно обращаются по званию. Если вы не знаете еще о том, какая у него работа, какая у него должность, то для молодых есть вариант АДОССИ, что означает ДЯДЯ, но при этом АДОССИ обозначает ЧУЖОГО ДЯДЮ, ЧУЖОЙ ДЯДЯ. Это не мой какой-то там родственник, двоюродный, троюродный, а просто ЧУЖОЙ ДЯДЯ. АДОССИ. Или же если это ТЁТЯ, то АДЖУМА, АДЖУМА, или АДЖУМОНИ. Это более вежливости. АДЖУМА, АДЖУМОНИ. АДЖУМАНИ. Это ЧУЖАЯ ТЁТЯ. Но при этом ТЁТЯ за где-то вот тридцать-сорок лет, которая уже там замужем и наверняка там по внешности похожа на то, что у нее наверняка уже должны быть дети. И вот такая вот женщина уже в возрасте. АДЖУМА, АДЖУМОНИ. А вот к девушкам обращаются АГАССИ. АГАССИ. Если вы увидели девушку или там женщину, и вы думаете, АДЖУМА это или АГАССИ, то есть как-то сложно угадать ее возраст, то я вам рекомендую лишний раз обратиться к ней как АГАССИ. И лучше ошибаться и сказать лишний раз АГАССИ, неужели сказать слово АДЖУМА и обидеть ее. Так что запомните АДЖУМА, АДЖУМОНИ или АГАССИ. И не промахнетесь никогда, если вы не знакомому человеку обратитесь как САНЗАННИМ. САНЗАННИМ. Ну да, наверняка, может быть он не учитель, может быть там это даже не врач. Ну, просто для вежливости, для, не знаю, более официальной речи как-то так, лучше лишний раз сказать САНЗАННИМ. Сможно и так, и так. Потому что взрослые дети вряд ли там обратятся к какому-то мужчине или женщине как дядя или тетя. Поэтому рекомендую либо САНЗАННИМ, либо если вы более молодые, то используйте вот эти вот слова.